Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Биткоин умудрился буквально за 3 часа взлететь почти до 40 тысяч долларов. Буквально долларов 200 не хватило до конца этого движения. Вот почему я никогда не ставлю в позиции круглые цифры. Если твоя цель, например, 20 тысяч долларов, то поставь 19 899 долларов. Я не часто торгую, как ты знаешь, это может быть около 5-6 сделок за месяц. И вот эта сделка была одной из таких сделок. 22% за 3 дня. Неплохо, не так ли? Я очень рад. Однако я все равно больше предпочитаю держать на долгосрок, чем торговать. Торговать это нервы и седые волосы. Поэтому мой вариант это долгосрок. И теперь я хочу показать тебе вот этот график. Почему долгосрочные инвесторы выигрывают? Процент инвесторов, потерявших свои деньги на инвестициях, уменьшается с течением времени при условии, что они холдят свои акции, криптовалюты или другие активы. Лишь одна десятая инвесторов остается в минусе спустя 20 и больше лет. Но при этом почти 40% инвесторов теряют все, если держат всего лишь один месяц. Вот почему я нацелен на долгосрок. В этом видео я расскажу тебе о трех причинах этого роста биткоина до 40 тысяч долларов. Также поговорим, что будет дальше, обсудим инсайдерские слухи и то, что Илон Маск никак не успокоится. То, что дало биткоину такой скачок цены, повторяю, очень быстрый и резкий. Буквально за 3 часа он вырос почти до 40 тысяч долларов. Это массовая ликвидация шортов. Самая массивная с начала этого года. Посмотри на месячный график. Здесь картина виднее. Мы говорили об этом еще несколько дней назад, о потенциальном шорт-сквизе. Розовые столбцы это и есть ликвидированные шорты. Кстати говоря, этот сайт недостаточно точно отображает статистику. Есть куда лучше, на котором видно, что ликвидация достигала почти 900 миллионов долларов. Короче говоря, чуть ли не миллиард долларов ликвидировано за несколько часов. Вот что происходит, когда мы видим на рынке шорт-сквиз. Это идеальный пример шорт-сквиза на биткоине. И на это указывали все технические индикаторы. К этому мы были готовы еще два дня назад. Это первая причина, почему биткоин так сильно и быстро вырос. Вторая причина, тоже очень важный фактор. Это некий инсайдер, который говорит о том, что Амазон будет принимать биткоин в качестве оплаты. Кроме биткоина, они планируют добавить эфириум, кардана и биткоин кэш. Опять же, это по словам этого инсайдера, а не официальное заявление. Поэтому сейчас стоит рассматривать это лишь как спекуляцию, а не факт. Буквально на днях мы уже обсуждали возможный приход Амазона в мир криптовалют, и тут внезапно мы получаем такую «инсайдерскую» информацию. Я пока не буду утверждать, что это правда. Анонимный источник рассказал британской газете CTAM, что гигант электронной коммерции собирается принимать платежи в биткоинах уже в этом году. Если это правда, такое развитие событий потенциально может ускорить принятие криптовалюты. Также источник сообщил, что Амазон уже годами работает над криптовалютным проектом, и в последнее время темпы его развития значительно ускорились. Кстати, он же сказал, что напрямую связан с самим Безосом, который возглавляет Амазон. Время покажет, являются ли это правдой или еще одной манипуляцией. Однако, мы уже спекулировали на эту тему и сами предполагали, что Амазон работает над криптопроектом как минимум с октября 2017-го, когда купил домены, связанные с криптовалютами. Если это правда, то это очень большие новости для биткоина, которые потенциально могут поднять его и не на 22% за несколько дней, а намного-намного выше. Третья причина роста – паника из Китая уже отыграла свой эффект на цене биткоина. Теперь в роли лидера, влияющего на курс главной криптовалюты, оказались Илон Маск, Кэти Вуд и Джек Дорси, которые высказались в его поддержку. А сам Илон Маск даже приоткрыл завесу тайны и немного поведал о своих планах. Об этом, кстати говоря, у меня вчера выходило видео, ссылку на него оставлю в описании. Кстати говоря, Илон Маск до сих пор не успокоится и насчет Доги Коэна. Вчера он опубликовал новый мем, связанный с Доги Коэном, в котором как бы намекает на то, что Доги Коэн – это деньги будущего, что Доги Коэн – это новая финансовая система. Нео спрашивает, «Так ты говоришь мне, что я могу заработать много денег на Доги Коэне?» «Нет, Нео», – отвечает Илон Маск. «Я пытаюсь сказать тебе, что Доги Коэн – это и есть деньги». Что ж, судя по всему, Илон Маск продолжает свою линию, и Доги Коэн до сих пор находится в поле его зрения. Теперь все спрашивают, что же будет дальше с ценой биткоина. Лично я бы хотел увидеть в дальнейшем еще одно его падение перед продолжением роста. Было бы неплохо сейчас и лонгистов ликвидировать. Вон, ММКрипто открыл лонг на миллионы долларов. Согласись, очень лакомый кусочек для тех, кто в силах ликвидировать такие позиции, не так ли? На канале Криптомерсия я заметил интересный анализ, который тоже предполагал этот рост до 40 тысяч долларов, только уже по волнам Элиота. Немного другой анализ, отличный от нашего шортсквиза. Жалко, что его анализы получают незаслуженно мало внимания, всего лишь 214 просмотров. Так что я буду рад, если ты перейдешь к нему в комментарии и напишешь что-то типа «Привет от богатейшего Ди». Сразу предупреждаю, что это волны Элиота и, скорее всего, некоторые вообще не поймут, о чем он говорит, но в общих чертах цели движения по волнам поймут абсолютно все. Кстати говоря, об этом есть очень хорошее видео. Вбей это название в YouTube, здесь объясняется все на пальцах. А теперь давай послушаем, что говорит Криптомерсия. Это быстрое видео для того, чтобы предупредить всех. В моем сценарии, как знают мои зрители, мы достигли всех трех возможных целей, с помощью которых цена собрала всю ликвидность с рынка. В то же время произошел и большой шортсквиз. Мы находимся в типичном паттерне ABC и, скорее всего, уже потрогали верхушку волны C. Это означает, что следующая волна теоретически должна коснуться либо 30, либо 27 тысяч долларов. И это потому, что мы находимся в фигуре Flat ABC. Я обозначил ее зеленым цветом. Так что будьте осторожны сейчас. Я думаю, сейчас биткоин немного стабилизируется и даст время альткоинам закончить их движение. Но при условии, если биткоин вырастет выше 43 тысяч долларов и закрепится там, сценарий похода на 27 тысяч долларов, скорее всего, не отработает. Но я не думаю, что так случится. На это также указывает и Фибоначчи. Недавнее движение биткоина действительно было очень умным ходом со стороны маркетмейкеров. Мы знаем, что их целью на коррекциях в любую сторону обычно является уровень в 1.618 по Фибоначчи. После роста биткоина до 40 тысяч долларов этот уровень идеально совпадает с ценой 27 тысяч долларов за биткоин. А это именно та цель, которую они хотят. Что ж, не похоже на совпадение, что чтобы эта фигура идеально оказалась на уровне 27 тысяч долларов, им пришлось отрастить биткоин до 40 тысяч долларов вот здесь. Похоже, маркетмейкеры находятся в реализации этого сценария. Посмотрим. Но, чтобы не сильно питать иллюзии, я хочу закончить тем, о чем говорил на Fox Business Джордж Белфорд, американский мотиватор и бизнес-тренер с Уолл-стрит. Он говорит, что никто не знает, что будет с ценой дальше. Никто не может видеть будущее. Если кто-то говорит обратное, говорит тебе, что я гарантирую, что так и будет, то он врет. На этом рынке нет никаких гарантий. Есть только предположения и спекуляции. Мы можем только анализировать информацию, ончейн-метрику, новостной фон и, возможно, инсайдерскую информацию и принимать максимально комфортные для себя решения. Причем делать это абсолютно самостоятельно. У меня спрашивают, что делать на таких шорт-сквизах, что делать на этом росте. Я отвечаю, ну, конечно же, частично фиксироваться. Как это делаю я, но не полностью. Ты ведь не хочешь оказаться вне рынка, если начнется самый безудержный рост всех времен и народов? Ну, конечно же, нет. Об этом более подробно рассказано в этих двух видео. Лучшая стратегия для заработка на биткоине и 5 важнейших советов крипто-новичкам в крипторынке. Ссылку на них я тоже оставлю в описании. Обязательно посмотри, это тебе очень-очень поможет. Вот это я тебе уже точно гарантирую. А на этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. Увидимся. Сегодня получается еще раз. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok